Друзья, всем привет! Сделал я подсаку. Катя одного уже сделала. И сейчас посмотрим, как он... Еле поймали. Вроде подсака, но... Посмотрим сейчас. Мы тут с Катей смеялись, так что. Сегодня нужно сделать заказ пять штучек. Ну, люди ждут. И еще там заказывают. Короче, мы думаем, хоть бы себе осталось. Ну, нам, в принципе, хватит. У нас и дома есть там. Так, ага, вот оловить. Вот, друзья, вот такая подсака. Сделал. Сетка эти. А вот эти обыкновенные сетки у меня там есть. Разрезал две штуки такие сладенькие. Ну, не слабые, а дырявые. Так. Ага, вон он. Так. Ага, ага. Ага. Оп! Снова не молчусь. Ага. Не, он зашел. Не легкий? Он мелкий будет. Да. Ага, вот. Кипятим чайником, друзья. Водичку. Всем привет. Катя сейчас будет патрать. Друзья, убирай, я ловлю, убираю я. Катя патраит, вычиняет, я потом обсмалю. Ну, короче, вместе занимаемся, друзья. Работай. Пять штук сейчас лапы, а Катя не чистит, как бы, будем собаке. Ну, все отходы, все будем собаке варить. Так что, такие дела. И, друзья, вроде пацаку сделал. Ну, думаю, сегодня пять штук ловить надо. Я уже давно сварил, только надо было сетку и палку придумать. Из-за такой погоды, что погода негодная, сырость, все растаяло, снега было много, растаяло. Там у петухов грязно. Может, когда было бы сухо, удобнее было бы ловить. То, что в сапогах, болото, это все. Ну, уже, уже, как бы, есть, как ее сказать, пацака есть. И будем, как бы, заниматься уже ловить спокойно. Малышняк кушает. Сейчас буду цеплять им поилку, друзья. Ну, поубираем, пока Катя занимается, я почищу всех. Мы их покормили, короче. Да, я вон слышу, что разговоры тут идут. И... Ну, это прогнала, что-то. Туз там бубновый ходит. Все, захрапела. Хороший, желтый. Друзья, гляньте, какой желтый прям. Ну, они все хорошие. Есть там, есть там пару штук вот эти белые. Ну, по вкусу, я думаю, они не будут отличаться. Ну, все, в принципе, одинаковые, ровные. Тушка где-то около двух килограмм, друзья. Это еще вычинить. Потом можно взвесить. Да, потом взвесим, друзья. Друзья, Катя уже заканчивает. Осталось два штучки распотрошить. Мы уже приготовили веса. Я эту снял. Я, друзья, пока я там поубирал, Катя их быстрая патрила. Она быстрее патрила, чем чайник закипал. Ну, короче, пять штучек сделала. Да, ну, в круговую все. Времени, конечно, занимает прилично. Они, в принципе, все одинаковые. Вот такой, гляньте, красавчик. Желтенький. Вот так Катя делает. Без ножек. Ну, вот такая вот тушка получается. Кило 670. По 150 гривен мы продаем. На 250 гривен округляем. Но мы округлять не будем. Как бы мы всех вместе взвесим просто. Да и все. И как бы... На, ну. Раз. Ну, этот тоже, гляньте, красавчик какой. О, ну. Ну, этот немножко меньше. Кило 530. На 230 гривен. Ну, друзья, отличные, шикарные, вкуснейшие петушки. Тут, наверное, еще больше. Ну, посмотрим. В среднем, в принципе, все одинаковые, друзья. Ну, как бы красивые, молоденькие, вкусные петушки. Там уже осталось немного. Мы еще несколько, как бы, люди заказывают. Кто... У нас, как бы, друзья, мы... То есть у нас не еще не то количество. У нас берут в основном постоянные клиенты. Кто брал, попробовал и постоянно, как бы, говорят. Ага, вот сейчас это одному человеку мы убираем 5 штучек. И мы обычно не кладем, но этот человек, как бы, говорит, печенку, желудочки. Короче, все он забирает. Мы ему дадим. Ну, Катя работает. Молодь, что он спит. Печка на кочегаре. Ну, я не сильно, друзья, кочегарю. На улицу вот так хожу. Весна. Наступила весна. Неожиданно. Два дня назад снега навалило. Зима была. Да, да. Мурка, Мурка, осторожно, осторожно, Мурочка. Осторожно, осторожно, осторожно. Фиона уже в туалет сходила. Малышня отдыхает. Видите, развалились под лампой. Ноги позакидывали. И здесь пластом развалились. Кстати, друзья, Катя на того говорила туз. А я на него говорю туз бубновый. На этого белого кабана. Туз бубновый. Ну, все, все, все. Все, Фия. Сейчас с ним. Ну, Катя, когда закончит, я сейчас не буду. Горячая вода в бойлере закончилась. Вечером хорошо ее помою, поилку. И уже прилеплю. А ну, зай, дай я ему. Этому артисту. Вот такое большое ему дам. Как куриное яйцо, считай. На, 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 на. Дань тебе даю. Входной билет. Да? Все. Не ты хочешь. Тебе Катя давала. Хватит. Все. Что ты вытворяешь тут? Выламываешь. Все, Пумба, хватит. Все, все, все. Ложись. Давай. Ложись. Давай тебе. Потешу твою маленькую голову. Ложись, ложись. Ну, еще. Сейчас не буду. Вечером им еще соломки поселю. Хватит. Гляньте, услышали. Разговаривать начал. Так. Уже козочки сходили в туалет. Да? Так. Анаболики. Выкопала пятнашка. Отверстие. О, о, о. А ну, а ну. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ага. Ага. Прибежали. Ага. Вон. Туз бубновый ходит. У нас еще некоторые спят. Все, прогнала. Думает, что я что-то даю. И те выпрашивают. Начали, друзья, здесь их, в принципе, уже немного осталось. Но так резко начали гнить все. Ну, может, я думаю, что на улице вот эта сырость, как бы. Хотя здесь я стараюсь подкачегарить. Тут, в принципе, сухо. Ну, до марта. До марта больше они, походу, ну, в таких условиях храниться не будут. Это надо какие-то там, я не знаю, погреб или еще что-нибудь. Ну, нам это, в принципе, не нужно. Идите, идите. Давай, давай, давай. Так, друзья. Яйца мы насобирали. Ну, как бы не насобирали, а мы же собираем там людям отправлять. И сегодня уже посадим ту квочку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чудяки эти бегают. Вот, специально здесь я не убираю. Они здесь клюют. И плюс квочка выходит. Разлила воду. Видите, мы новенькой дали. То есть, значит, она выходила. Правильно? Логично? Логично. Так что все у нее тут хорошо. Сегодня, друзья, будем еще ту садить. Но вечером, на ночь, надо потушим везде свет. И просто ее перенесем. Посадим на яйца. И все будет отлично. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кипишь. Ну, а ну и это выйдет курочка. Вон что-то они и горбузы клюют. Я им тоже кидаю. На, на. На. На, чудики. Оп. Что-то скушала. Смотри. Не подавись. Такими кусками глотаешь ты. А вы что хотите? Анаболики, а? Есть у вас он есть. Давайте, доедайте. А, я им чуть-чуть сено кинул. Пожевали. Да? Нема, нема еще. Вечером дам. Горбузы даю, друзья, один раз в день. Много кручу, но сразу сажусь, режу и всем даю. Раз в день. Много не даю. Потому что, ну, как бы они его едят, но не очень прям как... Опа, Павлуша. Павлик спрыгнул. Цезарь. Цезаря, друзья, я уже, в принципе, придумал, куда будем ставить. Надо будет ему только сделать там... Ну, а обгоражу. Там можно и там и труба одна забетонирована. Короче, будет он стоять. Запахом будет отгонять всех... Все болезни. Говорили, что это как... У них запах такой, как дезинфектор хороший. Вот он и будет отгонять. И, друзья, вчера... Вот эта квочка. Куры несутся. Я уже яйца пособирал некоторые. Ее сегодня пересадим. Ну, сделаем тоже ей как бы этот. И пускай высиживает. Хочу. Да дай поговорить. Хочу, друзья. Тут не дадут поговорить. О. Хочу поговорить по поводу квочер, друзья. И этого индюка. Индюшка, походу, тоже сидит. Мы ей тоже что-нибудь придумаем, друзья. Положим несколько яиц. Если она будет сидеть... Ну, тоже хотим туда ее занести. Если она там будет сидеть, тогда мы положим. Здесь просто сюда лезут все индюшки. Либо ее как-то закрывать придется. Либо... Ну, мы хотим попробовать ее отсюда убрать. Посадить там где-то в сарае. Чтобы она там сидела. Тоже поставим там кушать. Место, в принципе, есть где. И хочу, друзья, сказать. Там часто у нас как бы сейчас вот квочка у нас села. И люди спрашивают. Как посадить? Какие квочки сидят? Мы, друзья, сами не такие специалисты. Мы сами не знаем, как оно, как... Ну, есть там способы, там, дрожди какие-то давать, прокисшие давать. Ну, походу, они не работают, потому что... Как сказать? Курица. Она сама думает, когда ей сесть. Ну, видите, свежие не клевали. Сейчас оно тут перегнило, с грязью перемешалось. Они выклевали весь... Все кашники я сюда им кидаю. Надо тут почистить. Тяпкой сгребсти. И, получается, мы... Что только не давали, я же говорю. И прокисшие, и... То есть, хотели, чтобы в прошлом году была квочка. Но у нас ни одна не села. Хотя у нас была курочка, которая сидела. И, то есть, получается, в этом году у нас уже вторая квочка. И я раньше думал, что если курица... Ну, цыпленок с инкубатора, и много кто писал, и я так думал, и знал, что она не сядет. Но, получается, это неправда, друзья. Получается, вот, эта курица, она именно молодая. Это выведена в инкубаторе. И она села. Ну, какой-то у нее, может, инстинкт проснулся там. И она просто села насиживать яйца. Она не понимает, что с ней творится. Но она это делает. И все. То есть, получается, это неправда. И квочка может быть с любой курицы. Хоть с инкубатора цыпленок, хоть квочка вывела. Кстати, у нас тут есть две курицы. Но они уже, как бы, старенькие тоже. Они с подквочки. И ни одна не села. Ни в прошлом году, и вот сейчас не садится. Так что, то есть, не обязательно, если курица... Ну, цыпленок получился с инкубатора, он никогда не сядет. Вот наглядный пример. Но я думал реально, друзья, я и говорил. И даже спорил. Но теперь я буду всем говорить и доказывать. Потому что вот, факт прямо налицо. А что такие дела? Не, здесь не дадут поговорить. А-а-а! Все. Ой, артисты. Не дадут там поговорить. Ты слышишь, зая, что начали творить? Не дают поговорить. Кипиш. И ты такой же. А, это курицы начали кипишовать. Ну, короче, друзья, вот такие вот дела. Поэтому ту квочку сегодня посадим. И индюшку тоже куда-то придумаем здесь, в этом сарае. Чтобы она посидела. Положим несколько яиц сначала. Если она сядет, тогда с дому принесем. Там у нас есть, мы собираем. Штук 20 ей положим. И пускай сидит. Посмотрим, как будет индюшка водить. Хотя индюшка тоже, кстати, с инкубатора. Может, у индюшек сильнее инстинкт насиживания. Но посмотрим, друзья. Ай-яй-яй. Ай, туз ты бубновый. Что ты бегаешь, переживаешь? Прилипло от него. Да, теперь будет туз бубновый. Так что такие вот дела. Ну, друзья, что мы убрали все. Что планировали, сделали. Сейчас я дровишек подкину. И уже будем вечером сюда приходить. Соломки подкину. Ну и подгребут. Это что она там уже сходила в туалет. Гляньте. По мамке лазят. Бегают, играются. Гляньте, гляньте. Оп, залез. Они, бывает, как разыграются здесь. Бегают вокруг этой свиноматки. Короче, артисты, одним словом. Эти тоже пупаются. Давай я уберу, да? А, мы же ж да, поубирали все. На, зайка. А ты уже это помыла, да? Да, да. Кстати, я не знаю, говорил я. Сказал, что... Поговорил вроде, да. Это мы не взвешиваем. Это мы так, как бы, в нагрузку. Да, это не говорил. Это мы отдаем, как бы, в нагрузку, друзья. Пожелай. Ну, да, человек сказал, хочет. Ну, мы, как бы, мы не будем, как бы, мелочиться. Человек, тем более, постоянный клиент берет... Ого, уже нанесли, зай. Ого, песочек. Песочек. Надо нового песка занести. Там нема уже, да? Выдрезай. Да, я последний уже положил. Да, сейчас занесу, надо будет, чтобы он просох. Ну, короче, эти тоже занимаются. Все, уже все молодки начали нести уже большие яйца. Или несут еще мелкие, да, один-два. Все большие уже, да? Ну, друзья, видите, они только, когда начались, начали нестись. Мелкие начали нести, а потом уже и восстановилось у них. Так, все, какие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.